Заведующий отделением лучевой диагностики республиканского травмпункта написал заявление об уходе после видеообращения, адресованного Минздраву Республики, где он обратился с жалобой на условия работы. Наша съемочная группа попыталась выяснить причины произошедшего и выслушала обе стороны конфликта. Сегодня он в родной больнице гость, однако тут гостю совсем не рады. Заведующего отделением лучевой диагностики пропускают к рабочему месту, но не сразу. Темнота и пыль, маленькие помещения вместо порядочного архива, бумажная свалка – именно эти кадры разлетелись ранее по соцсетям. Сопровождали они и видеообращение, адресованное к Минздраву Республики, где врач обратился с жалобой на условия работы. В больнице заявлению своего коллеги удивлены. Проблемы есть, но они решаются. Например, архив к приезду съемочной бригады уже перенесли. К сожалению, статистика такая, что 90% населения обслуживается на МРТ сегодня в республике, который находится в госучреждениях, на платной основе. Я знаю, я работал не только в этой больнице и в другой. Это такая статистика. Я в данный момент не знаю картину, которая происходит в других больницах, но на сегодняшний день в моей больнице происходит именно так. Это связано, скорее всего, с созданием искусственных очередей по непонятным для меня причинам. Значит, у нас со всей республики направляется население только в диагностический центр, республиканский диагностический центр на Казбеково. И они вынуждены стоять в очередях по полгода. Тогда, когда есть оборудование в госучреждениях, когда можно перенаправлять и не создавать эти искусственные так называемые очередя. Последней каплей для Салима стало то, что современный мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью около 50 миллионов рублей собираются устанавливать в узком помещении, в котором, по словам врача, в случае экстренных ситуаций невозможно будет развернуть даже каталку. Вот здесь видите эту стену. Это стена. Эта стена при чём тут? Это не стена. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Это стена не несущая. Вот здесь, значит, до сюда идёт ненесущая стена. Её можно свести, и там тоже идёт вот такой же проём. Здесь можно поставить широкую дверь. Даже это они не рассматривают. 120 сантиметров должна быть входная дверь. Здесь 90 сантиметров. Здесь сюда каталка широкая, не заедет. Больничный произвол или капризы врача. У главврача своя версия происходящего. Помещение для установки дорогостоящего томографа выбрал сам Салим, а предложение о расширении кабинета поступило в процессе ремонтных работ. К тому же место установки аппарата выбрано не случайно. Кабинет располагается на первом этаже, рядом с приёмным отделением, чтобы в случае необходимости максимально быстро провести обследование. Помещение уже готово. Проект согласован с компанией-поставщиком оборудования, специалисты которого и подготовили техническое задание. Приехали проектировщики фирмы «Филипс», которые поставщики этого оборудования. Посмотрели это помещение, другое помещение посмотрели. Они остановились на этом помещении. Есть проект, который согласован с этим. Два раза проектировщики приезжали. Замеры там были выполнены с участием Салима Агмедовича. Практически все внутри работы завершили уже ремонтные работы к этому времени. Салим Агмедович обратился, что эту стену надо вынести. Я ему сказал, я не могу просто, это же не... Просто так, захотел я вынести, не захотел, не вынести. Это же нечасто. Это требует определённых процедур. Там же у нас находится приёмное отделение, рядом рентген-кабинет. Мы перенесли туда же УЗИ, чтобы это всё в комплекте в одном месте было. Экстремный поступает оттуда. Это всё рядом, под рукой, как говорится. Это же не мой каприз. Это же было... Я опять-таки возвращаюсь. Согласован с заведующим отделением. Он предложил. Я опять-таки возвращаюсь в это помещение. Я с ним согласился, чтобы раз у нас экстренные пациенты там поступают, чтобы туда-сюда не таскать пациентов. Всё, что можно было сделать на месте. По словам взбунтовавшегося врача, этот томограф ждёт та же судьба, что и МРТ, на котором, по его словам, за пять предыдущих лет 90% исследований провели на платной основе, что принесло примерно 30 миллионов рублей. При этом министерства говорят обратно и отмечают, что в одну смену в данном отделении бесплатно по ОМС обследование проходит порядка 60 пациентов. Это 80% исследований. Какая из этих цифр соответствует действительности, разбирались и активисты ОНФ. По поводу именно установки этого аппарата. Здесь речь идёт о том, что Роспотребнадзор может не дать акт соответствия для проведения дальнейших работ. То есть, когда аппарат будет установлен, Роспотребнадзор может не принять это помещение и не разрешить работать на этом аппарате, потому как не будет соответствовать тем техническим условиям, которые были предъявлены. Глава врач сегодня ссылается на то, что поставщик оборудования принял это помещение, техническое задание было одобрено и ремонтные работы были проведены в соответствии с требованиями поставщика. Но, я думаю, что мы сегодня обратимся в Роспотребнадзор, чтобы они дали предварительное заключение, возможно ли установка аппарата и дальнейшая эксплуатация в тех условиях, которые на сегодняшний день созданы руководством больницы. Тем временем заведующий отделением лучевой диагностики Салим Халетов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сказать честно, я написал заявление об увольнении и, значит, заявляю, пока лично представители Минздрава и лично министр передо мной не извинятся за ту клевету, которую на меня навели, я его отзывать не собираюсь. Такое заявление подано уже заместителю главного врача, который исполняет обязанности главного врача. Спасибо. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.